Добрый день, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, пошли сердечки, значит, слышно-видно. Как всегда, напоминаю, что ваши сердечки – это сигнал, во-первых, что видно-слышно-хорошо, во-вторых, что тема вам актуальна и интересна, в-третьих, просто потому что вы меня любите, но и четвёртое, самое главное, что в этот момент ваши руки заняты делом, а не бутербродами с маслом и с салом. Доброе утро! Вижу своих клиентов. Привет-привет! Друзья, вдруг кто-то новенький. Если новенький, буду рада. Представьтесь, давайте знакомиться. Меня зовут Алёна Когаткова, я ваш любимый, надеюсь, нутрициолог, психолог. Коуч по здоровому образу жизни, специалист по коррекции веса и пищевому поведению. И, соответственно, неудивительно, что мы будем говорить сегодня, конечно же, опять о проблеме снижения веса и о том, как это делать максимально экологично. Тема сегодня, я думаю, вы в курсе. Я заявила тему, как начать, наконец, перестать откладывать на завтра и начать снижать вес. Это мотивационный эфир. Мои участники моих эфиров знают, что я периодически чередую, делаю и по психологии прямые эфиры, и по диетологии с практическими рекомендациями, и делаю периодически мотивационные эфиры. И сегодня я решила сделать мотивационный эфир. Почему? Потому что неделю назад у меня, вот, в прошлое воскресенье состоялся мастер-класс «Как похудеть и не набирать вес снова». Его можно приобрести сейчас по ссылке в шапке профиля в записи, если вдруг вы пропустили и не участвовали. Но мы собираем обратную связь от участников. Благодарю, спасибо всем, кто дает обратную связь. Для меня она бесценна и очень важна, потому что она помогает мне делать для вас интересные, во-первых, продукты, во-вторых, самой понимать, в каком направлении развиваться и работать, и самое главное – создавать и формировать контент, и в том числе строить прямые эфиры. Поэтому всем, кто дает обратную связь, я всегда их очень благодарю. Это такой взаимный энергетический обмен. Спасибо большое. И, кстати, для тех, кто будет сегодня в прямом эфире, очень важно ваше участие. Я хочу, чтобы мои эфиры всегда были интерактивными. И запомните, когда вы просто слушаете что-то в фоновом режиме, не погружайтесь, не участвуйте, не записывайте, не фиксируйте для себя инсайты, когда потом вам жалко потратить две минутки на то, чтобы в комментариях к видео написать, что зашло, что не зашло, что вы для себя открыли, узнали. Это нужно не столько мне, хотя и мне нужно для того, чтобы понимать, в каком ключе двигаться дальше и какую информацию вам выдавать. Но это прежде всего нужно вам для того, чтобы вы не просто прослушали какой-то прямой эфир в фоновом режиме, пока там занимаетесь своими делами, но для того, чтобы вы вынесли из этого какую-то пользу для себя, что-то для себя получили. Итак, почему я решила сегодня сделать этот мотивационный прямой эфир? Потому что получаю обратную связь от участников, в том числе мастер-класса и от вас, получаю вопросы. И многие участники мастер-класса написали, что Алена, прям крутой, крутой мастер-класс, спасибо, поняла. Самое главное, что не получалось снизить вес, его удержать, потому что делала это все как-то не экологично, неправильно. И самое главное, не из правильного, скажем так, ракурса. Я так небольшой заход сделаю, но в начале вот как раз мастер-класса я сказала участникам, и многим почему-то это откликнулось, ну в принципе я понимаю, почему это откликнулось людям. Я думаю, что и вам сегодня откликнется, вот дайте мне, пожалуйста, знать, что в основном люди набирают вес после его снижения, потому что живут какой-то вот такой мечтой, девушки, женщины живут какой-то мечтой, что если вот когда она похудеет, вот и она похудеет, добьется какой-то идеальной цифры или веса желаемого, то тогда можно будет вернуться к прежней жизни, начать есть опять как раньше и быть при этом стройной. То есть люди не понимают, что процесс снижения веса и поддержания стройности – это в принципе одна и та же система. И если вы держитесь на силе воли, если вы с трудом, на негативе, в напряжении идете к какой-то своей цели, это, кстати, не только снижение веса касается, то рано или поздно вот эта пружина, она все равно лопнет и разорвется. То есть сколько ни натягивай, сколько ни держись, рано или поздно ты сорвешься. Я всегда люблю приводить пример с турником. На турнике можно долго-долго висеть, но рано или поздно ты и сорвешься. Поэтому заходить в снижение веса, заходить в похудение очень важно с правильно настроенной головой. Почему я не занимаюсь какими-то марафонами, я работаю только в сопровождении, потому что я изначально вижу, что женщины приходят ко мне все с одной задачей – все хотят похудеть. Все хотят похудеть, и все это делали миллион раз. Но моя работа – это работа на трех уровнях. Это работа с психикой, с эмоциональной сферой, это работа с мозгом, потому что пока не проработан мозг, пока вот здесь вот не проработано, почему я делаю мотивационный эфир сегодня, работать с телом бесполезно. То есть работа должна строиться всегда на трех уровнях. И вы должны это понимать. Где-то, если что-то упустили, не получится. Я могу совершенно, знаете, даже бесплатно предложить кому-то из вас сегодня сделать персонифицированный план питания, дать какие-то рекомендации. Вот вы мне дадите свои антропометрические данные, свою карточку по здоровью, и я дам вам какие-то индивидуальные рекомендации. Но если не проработаны другие уровни, если на входе у нее есть провалы, то никакие рекомендации по питанию работать не будут. Не будут. И вот сегодня мы будем говорить о тех самых ямах, о тех самых провалах, над которыми вы должны поработать, если вы решили снижать вес, если вы решили становиться стройной. Я хочу подчеркнуть, что эфир я делаю именно для тех, для кого это важно. Но мне кажется логичным, я не знаю, согласна вы или не согласна, я вообще удивляюсь, когда бывает другая какая-то реакция в постах, мне кажется логичным, что меня читают, да, люди, когда подписываются, они же видят, кого они читают. То есть они читают специалиста, который занимается пищевым поведением. Значит, скорее всего, даже сегодня здесь на прямом эфире присутствуют люди, которым мне все равно. То есть, знаете, на самом деле мне это в принципе все равно, кто снижает вес, кто не снижает, кто набирает. Я же не подхожу к людям там на улице, на остановке, к прохожим в магазине и не заставляю их, не тяну их к себе там на сопровождение, не заставляю их снижать вес и не зазываю их на консультацию. То есть я прекрасно понимаю, что большинство жителей планеты, в принципе, им до фонаря, как они выглядят, как они живут, какое у них качество жизни, тело и так далее. То есть людям все равно. Поэтому то, что говорю я, то, о чем вещаю я, то, о чем пишу я, для вас, для тех, для кого это действительно является ценностью и для кого это важно. Поэтому спасибо большое за ваши сердечки. Вижу, что откликается. Теперь, девочки, прежде чем я перейду к теме, во-первых, я буду в конце отвечать на все ваши вопросы, поэтому по ходу действий я постараюсь не отвлекаться, но после теоретической части обязательно оставлю под это время. А я вас прошу сейчас, мне это очень важно, чтобы вы написали, и я подожду, пока вы напишите, что именно вам, что другим людям, по вашему мнению, чаще всего мешает именно похудеть и остаться стройной. Что мешает? Давайте включаем голову. Ну, в принципе, я думаю, что у меня вы уже такие прокаченные, и должны какие-то такие интересные варианты написать. Что мешает? Что мешает? Я жду. Так, давайте работать. Работаем. Еще раз говорю, очень важно, чтобы вы были включены в процесс, чтобы вы были в процессе, тогда будет результат. Я делаю эти фактически групповые, бесплатные для вас онлайн-встречи, онлайн-консультации, я хочу, чтобы у вас был результат. Меня от этого просто бомбит, когда я получаю от вас обратную связь, когда я понимаю, что многие, даже не приходя ко мне в индивидуальную работу, получают результат. Итак, пошло, поехало. Так, срывы, один раз не жиробас, осознанность, отсутствие цели. Ну, как же, я думаю, что все здесь сегодня сошлись с тем, что у них есть эта цель. Как же, нет? Мешает отсутствие дисциплины, страх перемен, вот, страх перемен, изменить привычное питание, а вдруг мне не понравится. Будем сегодня это обсуждать. Вкус вредной еды, так, мешают пищевые привычки, заедание, эмоции, плюс незнание теории. Люди, знающие моем питании, вновь-вновь предлагающие прочие вкусности, то есть социальная среда, соблазны, эмоции плохие, нежелание менять пищевые привычки на постоянной основе, страх перемен, окружение, ага, то есть всегда кто-то, кто-то, кто-то виноват, да, всегда на кого-то перекладываем ответственность. Боюсь, а что дальше, я смогу там. Страх сбоев организма. Ну, вот, смотрите, давление семьи. Здорово, здорово, что все-таки не все перекладывают ответственность на окружение, на семью. Многие понимают, что где-то внутри них какая-то проблема. Друзья, ну, смотрите, если мы забьем, спасибо большое, пишите, обязательно дальше все обсудим. Девчонки, смотрите, чаще всего, вот если мы забиваем, например, в Google или в Яндекс, что мешает мне похудеть, выскакивают, как правило, такие ответы вроде лень, или сегодня модно стало говорить про прокрастинацию, да, мы стали часто этим термином пользоваться. На самом деле лень и прокрастинация с точки зрения нейропсихологии – это вообще способность нашего мозга экономить энергию, экономить ресурсы. Это нормально. И мозг, он вообще не будет тратить ресурсы, энергию на то, что для нас не является важным. Другое дело, что когда мы полностью как бы уверены, что наша цель, наша задача, наши действия каким-то образом обоснованы, мозг это обоснование принимает, и в таком случае как бы про лень-то речи вообще не должно идти. Но дело в том, что лень действительно в нашей жизни мешает нашему какому-то эффективному поведению. Мы перестаем оценивать свою жизнь в долгосрочной перспективе, живем сегодняшним днем. Сегодня вот этот тортик перед нами стоит невкусно, а что будет завтра, я не оцениваю. Кстати, очень важно, что вот все, о чем я буду говорить сегодня и сейчас про лень, это можно отнести к любому делу в вашей жизни, к семье, построению отношений, к бизнесу, к любому делу. Имейте в виду, я еще и коуч, я наставник, я помогаю своим клиентам эффективными быть в жизни, в карьере, в финансах, в том числе. Ко мне люди приходят с этими запросами, поэтому если для вас важно еще что-то, обязательно принимайте во внимание все, что я сегодня говорю. Если для вас есть какие-то еще цели и задачи, которые вы перед собой ставите, но по какой-то причине ленитесь, как вам кажется, их совершать. То есть, переходим к главному. Наше качество жизни будет портиться, оно может быть сегодня уже плохое. Мы неосознанно сокращаем продолжительность нашей жизни и часто причиной тому лень. Фактически выбор всегда состоит в том, выбор всегда стоит между тем, потратить какой-то ресурс, не тратить какой-то ресурс, точнее так, не тратить ресурс на достижение какой-то цели или потратить этот ресурс на что-нибудь еще. И вот это что-нибудь еще, оно всегда находится, всегда находится. И поэтому, когда наша цель действительно желанна, когда она осознанна и когда мозг находит оправдание логичное для того, чтобы мы совершали какие-то действия для достижения этой цели, то единственная причина, по которой мы можем не двигаться в достижении этой цели, это недостаточность, недостаточность ресурсов. Услышите меня, да? У нас нет ресурсов для достижения этой цели. И тут мы выходим с вами на вторую скрытую причину лени, которая состоит в оценке собственных возможностей. Это пример легкий. Когда мы собираемся что-то делать, худеть, открывать бизнес, рожать детей и чувствуем какую-то усталость, упадок сил еще на входе. Вот у кого это было, прям поставьте плюсики. Кто вот еще на входе чувствовал вот этот вот упадок сил, как будто ты еще делать не стал, ничего не начал, но подумал уже о том, что будешь делать, и уже какая-то усталость. Вот кому это знакомо, плюсики ставьте. Причем задача не всегда является невыполнимой при этом. Но это только на первый взгляд нам так кажется. Ведь если разобраться, она на самом деле невыполнима. Так как у нас есть какое-то внутреннее требование, внутренняя почему-то мысль, решение, что эта задача должна решаться легко, быстро, легко и быстро. Угу, вижу ваши плюсики. Но задача на самом деле может быть не очень-то легкой. Не очень простой и быстро и легко ее решить не получится. Снизить вес с 90 килограммов быстро, например, и легко, и безопасно, экологично не получится. Открыть бизнес быстро и легко не получится. Поставить какое-то дело, родить ребенка и воспитать его быстро и легко не получится. Но нам-то кажется, что должно быть легко. Нам кажется, что вот сейчас в марафончик зашла, сейчас вот у Алены Коготковой на эфире посидела и похудела. И не надо на сопровождение ни на какое приходить, не надо денежки платить, не надо время тратить, ни во что вникать не надо. Но дело в том, что вот эти вот такие жвачки мысленные, которые у нас постоянно в голове крутятся, они спускают нас с небес на землю. И у нас создается ощущение, что мы какие-то неправильные, что мы серая масса, что у нас нет вот этого места под солнце. Мы не в той семье родились, и это все бьет по нашей самооценке, понижает нашу веру в себя и показывает, демонстрирует нам наше же несовершенство. И, соответственно, мы формируем вот такой вот негативный опыт, который не будет нас мотивировать на то, чтобы действовать дальше. Я многократно вам говорила и говорю в сторис, говорю, что я очень люблю клиентов, которые приходят без опыта диет, без опыта снижения веса. Потому что за ними не тянется вот этот багаж из негативного подкрепления. У них еще нет этого негативного опыта, они больше верят в то, что у них получится. Потому что первое, что мы делаем в сопровождении, мы должны создать вот эту самую позитивную мотивацию. Когда женщина не на усилии, когда женщина не в напряжении, когда она не на силе воли, когда она не через себя, а наоборот позитивная мотивация, это значит к себе. Это значит легко, это значит с удовольствием, это значит в кайф. Когда моя клиентка кайфует от процесса, когда он легкий, когда он для нее приятный, когда она видит приятные результаты, тогда большая вероятность того, что она уйдет от меня и никогда уже не вернется к той отправной точке, с которой мы начинали. Это та ключевая мысль, это та преамбула, которую я хотела до вас донести. Теперь, если же мы не действуем, хотя понимаем, что очень сильно хотим, мозг понимает, что да, надо, что пришло время худеть, откладывать на завтра нельзя. Все, баста, карапузики. Но мы не можем себя заставить или не можем дойти до цели. Почему это происходит? Потому что существуют какие-то ямы, ментальные ловушки, и идет куда-то слив вот этого самого ресурса и этой энергии. То есть как бы ресурс есть, но совершаются какие-то действия, действия, которые приводят нас к тому, что ресурс сливается. И сегодня мы поговорим о самых основных четырех, четырех вот этих вот ментальных ямах, четырех плоскостях, куда у большинства из вас сливается этот ресурс. И если вы сейчас возьмете ручки, карандаши, будете думать, анализировать, писать первое, что приходит в голову конкретно по вашей ситуации, вы поймете, где вот эта вот, где вот эта дыра, дыра, через которую ваш ресурс вытекает, и на самом деле нужно эту-то дыру подлатать для того, чтобы начать действовать и получить желаемый результат. Фух, сейчас переходим. Глоток воды сделаю. Итак, девочки, первая причина, смотрите, чем чаще всего я сталкиваюсь. Я всегда люблю приводить примеры из-за своего личного практического опыта, из опыта работы с людьми. Спасибо за ваши сердечки. Первое, чем чаще, очень часто я слышу, приходит женщина, например, или приходят запросы. Вот каждый день я получаю десятки запросов на консультации. И чаще всего не до себя, не пришло время, откладываю до понедельника, в декрете, в понедельник начну, во вторник начну, в 1 января начну, сейчас не время. Вот сейчас денег нет, вот сейчас из декрета выйду. Вот сейчас дети в школу пойдут, вот сейчас ребенок в детский сад пойдет, вот сейчас машины нет, чтобы на фитнес ездить, вот сейчас муж денег не дает на то, чтобы я обратилась к специалисту. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, о чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что у женщины, ну, чаще всего я работаю с женщинами, хотя и с мужчинами тоже. Ну, у мужчин, там, другая история. Это говорит о том, что у нее отсутствует фокус внимания на задачи, на проблеме. То есть, о чем это говорит? Что на данном этапе для нее это недостаточно важно. Дело в том, что наш мозг, он всегда фокусируется и решает ту задачу, которая является для него доминантной, которая является для него ценной, которая является для него основной и которая в приоритете. Мы сегодня, женщины, живем в состоянии многозадачности. Ну, в принципе, наверное, предполагаю, что так было всегда, но сегодня нагрузка на нас, на женщин, она действительно очень серьезна. Многозадачность – это детей родить, детей воспитать, идеальной мамой быть и с детьми время проводить, и чтобы в школе учились хорошо все проконтролировать. И дома у нее должно быть все чисто, гладко, постирано, поглажено, идеальная хозяйка должна быть. И хорошая дочь должна быть, уделять внимание родителям должна, общаться с родителями должна. И подругам должна, и на работе должна, и карьеру построить должна. Кому это вот эта должна знакома? Пишите, ставьте плюсики, шлите сердечки. И жена хорошая должна быть, и внимательная должна быть, и сексуальная жизнь мужу обеспечена, регулярная тоже должна. И все-все-все должна. И вот эта многозадачность. И, конечно, фокус внимания женщины очень часто, не очень часто, я, когда приходят клиентки, всегда собираю историю жизни. И мы, когда разбираемся с клиенткой, я обращаю внимание, в какие этапы жизни происходил основной набор веса. И он происходил, как правило, например, вышла замуж, родила первого ребенка, родила второго ребенка, менопауза. То есть какие-то моменты, когда я понимаю, что фокус внимания женщины смещался с себя на кого-то. И поэтому себя мы, как правило, задвигаем на какой-то задний план, на второй план. Почему так происходит? Потому что для женщины, у которой здесь вопрос к вашим ценностям. Мы отдельно поговорим на другом прямом эфире. Я сегодня каждую из тем глубоко разбирать не буду. Вы потом в комментариях мне обязательно напишите к посту свои вопросы и на каком из пунктов стоит остановиться подробнее и делать дополнительные эфиры. Сегодня я только освещаю проблему в общем. Так вот, у женщины фокус внимания смещен с себя, со своего тела, со своего здоровья, в заботе о себе на что угодно и на кого угодно. Поэтому, когда вы приходите ко мне, я буду смещать, например, ваш фокус внимания на себя. Я так честно своим клиенткам и говорю, слушай, забей, забей на семью. Пошли всех в сад. Скажи, мама устала, мама сегодня занимается собой. Потому что все успешные женщины, все стройные женщины, я не привожу даже в пример себя всех успешных женщин, которых вы знаете, вы возьмете там в пример. Это все женщины, у которых есть фокус внимания на себя. Это женщины, для которых самоценность является определяющим вектором направляющих их в жизни. Это женщина, для которой ценность тела высока. Я сейчас не говорю о крайности, когда ценность тела переходит уже в какое-то состояние невроза и приводит к расстройству пищевого поведения. Я говорю именно о том, когда забота о себе, о своем теле, о своем здоровье становится для женщины приоритетной задачей. И вот у многих из вас, кто приходит ко мне, кто пишет запросы, у вас конфликт возникает на вот этой первой точке. Вы вроде бы хотите похудеть, вы вроде бы готовы, для вас эта цель действительно является важной, вы постоянно об этом думаете. Но вас тормозит именно то, что фокус внимания смещен на других. На себя жалко. В Турцию семью повезти, вот сейчас там, да, лето, июнь, полмиллиона отдать, семью отвезти, не жалко. Калене когодковой прийти жалко. В себя вложить жалко. Я вчера до одной клиентки писала, там, депрессия, переедание, булимия. Наверное, мне стоит антидепрессанты пропить. Вместо того, чтобы прийти на консультацию, поговорить, рассказать о своей проблеме, решить ее, мы что угодно. Мы убегаем в еду, антидепрессанты. На себя денег жалко. Девочки, на самом деле мы находим деньги на айфоны, на подарки детям, на что угодно. Вчера у меня клиентка была тоже, да, с ребенком. Нет денег на работу Алены Когодковой, но для того, чтобы купить ребенку цатый айфон, деньги есть. Поэтому все здесь упирается в ценности. И когда вы фокусируетесь на себе, когда вы в фокусе внимания, не похудеть невозможно. Потому что вы начинаете заботиться о своем теле, а значит, искать правильные экологичные способы для того, чтобы стать стройной. Это первая ментальная ловушка. Кто у себя обнаружил первую ловушку, ставьте единички. Я буду понимать, насколько проблема актуальна. Ставьте единичку. Мы переходим к второй проблеме. В эту ловушку, вторую, попадают очень часто новички. Те, кто ни разу не снижал вес. Я знаю, что, наверное, таких очень мало, но они очень часто попадают в эту ловушку. Это страх. Это страх. Вот еще когда я задавала вопрос, что мешает вам похудеть, многие писали о том, что страх, а вдруг не получится. Это действительно страх. Что-то менять он парализует. Это опять к работе нашего мозга. Мозгу в принципе страшно. Он нас как бы предупреждает, что аларм, 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 да, осторожно, осторожно, опасность. Любая перемена для нашего мозга – это страшно, это опасно. И страх, что вдруг не получится, а вдруг это нас приведет к беде. Мозг, да, мозг включается здесь. И в принципе вы должны понять только одно – мозг никогда, наш мозг никогда не готов к тому, чтобы что-то менять. И фактически что-то мы меняем только когда мы для этого мозга создаем такую глобальную, реальную мотивацию, обосновываем и доказываем ему, товарищ, там нам будет хорошо, там нам будет легко. Но что происходит с нами? Почему мозг наш вот этот включает, да, стоп, 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 страшно, страшно менять? Потому что информации реально сегодня очень много. И она очень противоречива. Я знаю, вы пишете об этом постоянно, что вы заходите в социальные сети, заходите в Инстаграмы, и вы уже не знаете, что делать, вам страшно. Один говорит, молочные продукты нельзя, другой говорит, после шести есть нельзя, третий говорит, после двенадцати нельзя, после шестнадцати нельзя. Кто-то говорит про спорт, кто-то говорит про эндовальное голодание. Тут какая-то Алена Когаткова, которая говорит про какой-то метаболический принцип, про какую-то метаболическую тарелку, про какое-то сбалансированное питание. Как вообще? И нам, конечно, вот девушка, да, хочет снизить вес, она всего этого начиталась, ей становится страшно. Вот кому страшно, ставьте двойку, описывайте свой страх, чего вы боитесь. Страх перемен. Да, понятно, вроде бы как бы я недовольна своим телом, да, вроде бы уже и здоровье тоже на здоровье сказывается, да, вроде бы как бы хочется что-то поменять, но ты же не знаешь, а что будет там. А вдруг там мы будем вообще голодные, а вдруг там мы будем больные, а вдруг, как многие пишут, что я похудею, вес вернется и будет еще хуже, а вдруг я заработаю себе расстройство пищевого поведения. Вот эти страхи, да, вот двоечки пошли, страхи, 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 вот, и они, конечно, блокируют нас на входе. То есть, понятное дело, когда нам страшно, мы не будем действовать, страх он парализует. Бывает так, что мы начинаем действовать из страха, даже несмотря на страх, но и здесь тогда случается провал, потому что работать на страхе, это значит работать на силе воли, это значит не получить результат в конечном итоге. Почему так происходит? Потому что действительно мало достоверной информации, что в этом отношении я рекомендую делать. Кто боится, у кого действительно вот этот страх обнаружен, во-первых, начать действовать с маленьких шагов. Не надо стараться сразу объять необъятное, как делаете вы. Вы же делаете что? Вы сразу перерезаете себе просто вот все, вот кислород весь перерубили. Знаете, как вот попытаться не дышать, вот что вы делаете. То есть, вы пытаетесь вот дышала-дышала, вдруг заткнула нос, закрыла рот и пытается не дышать. Но надо начинать с маленьких шагов, надо начинать с погружения. Если у вас эта проблема, то вот правда, и если вдруг у вас небольшой опыт, то здесь я очень настоятельно вам рекомендую все-таки обратиться к специалисту. Найти какого-то наставника, я не знаю, ну, много хороших специалистов, но не хотите ко мне, обратитесь к другому, хорошему, грамотному специалисту. Как выбрать специалиста? Читайте блог, читайте, слушайте человека, следите за тем, что он говорит. Если вы видите там, ну, реальное мракобесие, если вы видите там, ну, реальный какой-то кошмар вроде каких-то диет, каких-то марафонов, каких-то пп-менюшек, таких вот низкокалорийных, дальше вы что с этим делать-то будете? Думайте. Если вы видите, что человек там говорит, что молочные продукты зло, что там после 16 нельзя есть фрукты, ну, включайте голову, да, карета в 16.00 не превращается в тыкву, поэтому анализируйте, ищите, ищите специалиста, которому сможете себя доверить, адекватного человека, который поможет вам грамотно, безболезненно, в комфортном, в приятном темпе. Вот мои клиенты, если вы здесь, они знают, что я, что со мной худеть, почему легко? Потому что мы идем легко, мы идем на позитиве, мы идем к себе, мы идем не к урезанию рациона, не исключению из него чего-то, мы идем к расширению рациона, мы идем к тому, что наша жизнь, она становится неограниченной, да, чему я учу своих девчонок? Что наша жизнь становится неограниченной, вы боитесь чего? Что вам будет тяжело, что ваша жизнь потеряет смысл, потеряет интерес, что вы будете держаться на силе воли. А когда мои девушки через 2-3 недели после начала работы чувствуют, что жизнь-то вообще наоборот заиграла новыми красками, и вот эта позитивная мотивация, на ней и худеть легко, без напряжения, и поддерживать потом такой вес легко, потому что мы формируем навыки, и навыки эти встраиваем в свою жизнь. Кому? Кому двойка, мы идем в Париж. Так, причина номер 3, это очень важная причина. Я буквально вот вчера писала статистика вообще по ожирению, по лишнему весу в России. Причина номер 3, это отсутствие нашей способности, вот с этого мы начинали, мозг очень редко думает о том, что будет дальше. Вот эта префронтальная кора, она включается далеко не всегда. И отсутствие вот этого мышления на перспективу, понимание, зачем мне это надо и что я получу, оно тормозит многих на входе. Вроде бы я понимаю, что надо похудеть, но придумать какую-то вот реальную такую причину, чтобы отказать сегодня здесь себе в каком-то сиюминутном удовольствии, я не могу. потому что, ну, вроде же, муж есть, муж вроде как бы любит стабильно, дети есть, дети любят, мама, ты у меня самая красивая, работа есть, деньги есть, да, всё не так уж и плохо. Ну и вроде как бы не совсем ещё разваливаюсь, ну да, там где-то давление, ну да, где-то там колени побаливают, ну да, где-то там есть какие-то болячки, но вроде бы всё ещё не так уж и плохо. И мозг, он всё время вот подкидывает вот эту ментальную такую ловушку, хитрый жир, я его называю, да, он всегда говорит, ну, пока же ещё вроде неплохо, но вот если когда совсем будет плохо, ты начнёшь. Ну вот в уртроде пока ещё ничего. Девчонки, ну вот, к сожалению, понимаете, происходит как, вот очень часто происходит как. А происходит так, что ко мне приходит запрос, например, три года назад девушка пишет, у меня, например, вот такая-то проблема, ну, предположим, там, лишние, там, 6-7 килограмм. Проходит год-два, она мне пишет, да, там, а у меня 15 лишних килограммов. Если сегодня есть проблема, то через 5 лет это будет уже масштабная проблема, а чаще всего это уже будет не одна проблема и много сопутствующих болезней и заболеваний. Теперь печальная статистика. У нас по статистике до 35 лет достаточно молодые люди уже половина с избыточной массой тела, с избыточной массой тела. Проведем как-нибудь прямой эфир о том, чем это грозит нам в плане здоровья нашей жизни, продолжительности нашей жизни. Люди старше 45+, уже практически 80%. 80%. Сколько у нас людей с недиагностированным сахарным диабетом второго типа, вы себе не представляете. Поэтому лучше начать в 20 лет. Знаете, у меня вчера была интересная женщина на консультации. Она обратилась по вопросу питания дочки. Девочке 12 лет, и за год девочка поправилась на 15 килограммов. На 15 килограммов. В случае с детьми и подростками, особенно те, которые сами не хотят ничем заниматься, а там именно этот случай, девочке самой все равно. Она не ест ничего, кроме макарон, риса, пасты, лазаньи и сладкого, и всяких чипсов и снеков. Девочка сама говорит, мам, меня все устраивает, мне все равно, но мама беспокоится. И вот, понимаете, ребенок, она не думает в 12 лет о том, чем ей это грозит, что уже в 12 лет у нее нарушен углеводный обмен, что у нее идут такие глобальные перемены на биохимическом уровне, которые, ну, в 20 лет это будет инвалид. И здесь, конечно, нужно заниматься пищевым поведением в семье. И когда я работаю с такими семьями, я объясняю родителям, что даже если у вас как бы нормальный вес, если у вас нормальная самочувствие, то вам придется менять пищевое поведение всей семьи для того, чтобы что-то сдвинуть в отношении вашего ребенка, потому что все равно все идет из семьи. И мы занимаемся диагностикой, поскольку я поведенческий специалист, я очень глубоко вникаю в историю жизни каждого клиента, чтобы понимать, где проблемы и над какими ямами, вот этими дырами надо работать, я стала задавать вопросы маме. Ну вот, предположим, хорошо, ребенок в школе ест все, что угодно. За пределами квартиры она ест что угодно. Даже если ей не давать деньги, мы прекрасно знаем, какие хитрованы дети и какие уловки они идут для того, чтобы получить желаемое. Но, например, мама сказала, что в субботу и воскресенье ребенок полностью дома и под ее наблюдением. Что ест дома ребенок? Вся семья ест, как мама сказала, действительно там рассказала, как они питаются, достаточно здоровый образ жизни ведут и питаются очень правильно. Но ребенок ест все самое вредное, что ест в доме. В доме сладкое, макароны, не ест овощи, практически не ест никакой белок. На что я маме сказала? Ну, хорошо, а если мы вот все это сладкое, уберем, например, из дома все, что она, все эти чипсы, все правильно, если ребенок там наелся чипсов, ну, вряд ли он будет там вместе с семьей есть рыбу, согласитесь со мной, с какой-то крупой и какое-то будет там себе сбалансированное питание. Конечно, она будет отказываться от всех овощей, когда она наелась чипсов. Я предложила маме, давайте все это уберем из дома, что она будет делать? Она будет голодать? Нет, она не будет голодать. Она пойдет и пожарит себе яйца. Я говорю, ну, прекрасно, девочка пожарит яйца, это же уже хорошо, протеин, белок. Но, мама говорит, она жарит яйца, как чипсы, то есть она выливает туда полбутылки растительного масла. тогда я предлагаю маме, давайте уберем масло, скажем, что в доме закончилось масло, что будет делать ребенок дальше? Может быть, она отварит яйца? Нет, говорит мама, она отварит себе гречку, она умеет варить гречку. Я говорю, ну, прекрасно, ребенок ест гречку, но она ест гречку только с большим количеством молока и полпачки сливочного масла туда бухает. Хорошо, говорю я, если мы уберем из дома сливочное масло и скажем, что оно закончилось, что сделает ребенок? Она будет есть гречку без масла? Нет, она не будет есть гречку без масла. Она пойдет и возьмет макароны. Хорошо, ну, допустим, макарон, но макарон она ест с огромным количеством сыра. К чему я это все веду? Ну, во-первых, к тому, что в каждой ситуации нужно разбираться детально. Во-вторых, к тому, что все равно пищевое поведение семьи это очень большая, большая роль, очень большое значение имеет. Но самое главное, я объясняю вам, что это ребенок, она не думает о том, что с ней будет завтра. Она не думает о тех поломках организма, которые с ней происходят сегодня. Но, к сожалению, вот эта причина, причина номер три, вот эта яма, в которой находитесь вы, большинство из вас, вы думаете только о том, девочки, мои дорогие, я знаю, потому что я вижу эти запросы, я вижу эти глаза на консультациях, вы думаете только о том, как похудеть, на, издеваясь над собой, не из любви к себе, из отрицательного какого-то отношения к своему телу, как ударить себя поболее, в какой еще марафончик записаться, на какую еще диету сесть, как еще себя чего-то лишить. Вы не думайте о том, что ваша жизнь и ценность вашей жизни, она зависит от тех действий, которые вы совершаете сегодня в отношении своего тела. И если ваша мотивация только на то, чтобы снизить вес, а не на то, чтобы быть здоровой, чтобы иметь здоровое функциональное тело, это печально. И здесь опять мы возвращаемся к тому, что надо работать на уровне ментальном. И мы переходим к четвертой причине, и я буду отвечать на ваши вопросы. Кто у себя вот эту третью ловушку обнаружил, пишите троечку. И четвертая причина, с которой я тоже очень часто сталкиваюсь в своей практике. У меня нет сил, у меня нет энергии, я вся разваливаюсь. Для того, чтобы снижать вес, мне нужны силы, мне нужна энергия. Здесь парадоксальная вещь. Вы разваливаетесь, у вас нет энергии, нет сил, потому что вы не занимаетесь, своим телом. Вы им не занимаетесь. Когда мои клиентки приходят ко мне в состоянии, когда у них есть сил, нет энергии, нет энергии на жизнь. Почему многие клиенты со мной работают достаточно долго? Почему я говорю о том, что если ты эффективно используешь работу с Аленой Когатковой и используешь весь ее ресурс, своих целей, ты достигаешь жизни больше. Потому что мы начинаем работу с питания, мы начинаем работу с тела. Но здоровое питание, правильные пищевые привычки, они этому телу дают энергию, они дают этому телу жизнь, они дают этому телу ресурс. Вы вылезаете из энергетических дефицитов, вы вылезаете из микроэлементарного голода, у вас появляются силы, появляется энергия. Питание, наше тело, напрямую влияет на то, как работает наш мозг. Когда ты постоянно ешь всякий шлак, чипсы, фастфуд, всякую вот эту скверную, как я говорю, еду, твой мозг не может работать эффективно. Мозг все время, знаете, как мне люди пишут и говорят о том, что я все время в каком-то тумане, у меня все время как песок в голове, у меня все время как пыль какая-то в глазах, я вроде бы хочу достигать, я вроде хочу добиваться, я вроде хочу работать эффективно, и вроде бы какие-то мотивации в этом отношении у меня есть, но у меня нет ресурса. Ресурс создает наше тело. Когда у человека здоровое тело, когда это тело наполнено энергией, у него появляется желание жить. Поэтому ко мне приходит девушка снижать вес, а через год вдруг у нее карьера почему-то там поперла, она зарабатывает, да, сколько писала, вот иногда не успеваю, все, очень много у меня отзывов, я не успеваю все выкладывать в сторис, просто нет времени такого. Но мои девчонки, они реально пишут, что, Ален, вот год с тобой работаю, у меня доход вырос в два раза, а я квартиру купила, а я машину купила, а я ребенка родила, и у меня на все есть силы, у меня на все есть энергии. Да, конечно, они там со мной на коучинг-сессиях мы работаем там, я помогаю им правильно поставить цели, показываю там, какие-то ошибки, то есть я не спорю, да, что здесь есть, конечно, элементы коучинга уже, именно профессионального наставничества, или там, как женский консультант я работаю, но все начинается с питания, многие и без коучинга берут максимум, потому что, когда мы настроили здоровое пищевое поведение, когда у нас налажена работа нашего тела, когда тело рабочее, когда тело здоровое, оно пышет энергией, пышет вот этим вот драйвом, прет, понимаете, вот это именно то, когда нас начинает просто, вот мы говорим, меня поперло, просто поперло, когда она съела, наелась чипсов, наелась печенья, не знаю, наелась там какой-то гадости, даже тех же дешевых роллов, про которые я недавно писала, это лишает нас энергии, наше тело берет всю энергию из нашего мозга для того, чтобы переварить эту всю еду, для того, чтобы это все переварить, вот этот шлак, которым мы себя забиваем, тело тратит всю энергию для того, чтобы его переварить, мы в итоге в голоде, мы в физиологическом голоде, девчонки приходят ко мне просто в анемии жесткой, когда там ферритин по нулям, когда нет вообще ни сил, ни энергии жить, и когда вы худеете правильно, вы снижаете правильно, а вы это делаете неправильно, марафоны, диеты, убираю молочный, не ем после шести, когда вы делаете это правильно, с умом, когда вы делаете это с уважением к своему телу, когда вы понимаете, что ваш организм, он один особенный, и вам не подойдет диета Маши, Кати, когда у вас своя жизнь, свое состояние здоровья, своя семья, свои привычки, свои вкусы, когда вы исходите из любви к своему телу, тогда тело начинает давать вам ту самую энергию, оно начинает давать вам ту самую энергию для жизни, и здесь мы как раз и говорим про качество жизни, Итак, девчонки, четыре ямы, четыре ловушки ментальные, в которые мы попадаем. Первое – это отсутствие желания как такового, отсутствие понимания важности, приоритета вашей жизни, фокуса на себе. Второе – это страх, а вдруг не получится, а что делать, а к кому обращаться, это страх, который вас парализует. Третий страх – это не думая о том, что будет завтра, отсутствие перспективы, живу сегодня и текущим, в настоящем моменте, это мешает многим. И четвертое – вам кажется, что у вас нет сил, вам кажется, что у вас нет энергии. Ну, поймите, вот только стоит начать действовать. Буквально, даже честно вам говорю, девчонки мои подтвердят, две недели мы работаем, и вот уже начинаются изменения, уже начинаются изменения в жизни, в состоянии, в самочувствии. Итак, дорогие мои, я готова отвечать на ваши вопросы. Сейчас я отмотаю. Спасибо за ваши сердечки. Сейчас буду отвечать на ваши вопросы. И очень прошу, для меня важна обратная связь. Будете слушать эфир в записи, если удастся мне его сохранить. Будьте активны под постом. Пишите. Если не успеваю ответить, каждый обязательно, по крайней мере, читаю. Ваша обратная связь помогает мне формировать контент. Контент бесплатный для вас. Спасибо за ваши сердечки. Алена, вы такая крутая. Спасибо огромное. Анастасия, спасибо большое вам. Спасибо. Мне очень приятно. Мне очень приятно, когда моя работа... Все знают, что попасть ко мне на сопровождение это очень сложно. В этом году это особенно сложно, поскольку мои клиенты меня забронировали на много месяцев вперед. на консультацию вы ждете. Я знаю, многие с нетерпением. Я тоже рада, что вы в прямом эфире, мисс Сирис. Так. Есть ли у вас вопросы? Меня больше интересует не снижение веса, а здоровое питание. Это супер. Вы знаете, у меня вот... Сейчас в моей работе у меня, наверное, больше половины уже моих девчонок, у которых вообще нет проблем лишнего веса. Вот вообще нет. Пару дней назад у меня пришла тоже новая клиентка. Я взяла ее сразу на сопровождение, взяла просто не думая. 56 килограмм у девочки. Здоровое питание. Вот, понимаете, когда человек понимает, что ему нужно поменять свое пищевое поведение для того, чтобы в этой жизни быть более эффективной. и мне так приятно, что люди приходят с совершенно другими целями, совершенно другими задачами. То есть я понимаю, насколько высокий этот уровень осознанности у людей. Насколько он высокий, насколько вот женщины как раз сфокусированы на себе. Это прям здорово. Вот все пишут, да, что вам мешает. Я сейчас читаю отсутствие цели, мешает отсутствие дисциплины. Девочки, а теперь, когда мы уже с вами разобрали вот эти четыре ментальные ловушки, скажите, пожалуйста, вот изменилось ли, изменилось ли что-то у вас вот сейчас в голове? Может быть, вы подумали и по-другому сформулируете свою проблему, что мешает вам. Страх перемен. Я думаю, изменить привычное питание, а вдруг мне не понравится. А подумайте, почему вам может не понравиться? Наверное, потому что вы опять же живете вот в этом стереотипе, что здоровое питание это обязательно не вкусно. Это какая-то там сухая куриная грудка, гречка замоченная без соли, на воде и не знаю там, что огурцы. Поскольку большинство марафонов и всяких там мотиваторов выдают вам такое меню. Но если вы подумаете о том, какой будет я список рекомендаций по питанию выдаю каждой своей клиентке, когда они открывают глаза и что это вообще все это я могу и должна есть. Вкус вредной еды. А подумайте, что у полезной еды тоже может быть вкусный, он очень яркий. Если вы покупали хотя бы одно из моих меню, еще раз, мои меню это не программа для похудения, это просто набор вкусных рецептов. И многие мои клиенты и мои читатели, покупая мои меню, понимают, что здоровое питание тоже может быть очень вкусно. мешающие пищевые привычки заедания и эмоции плюс незнание теории. Все идет из теории. Вот на самом деле начинать нужно с теории. Да, эмоциональное заедание и переедание это очень частая проблема у моих клиентов, почему мы работаем в сопровождении. Но очень часто, когда мне удается накормить женщину и женщина не голодная, всякие эмоциональные переедания тоже уходят на второй план. Нежелание менять пищевые привычки на постоянной основе. Страх перемен. Ирена Манзик, подумайте, а почему вы не хотите менять свои пищевые привычки на постоянной основе. Вот прослушав сегодня мой прямой эфир, узнав вот эти четыре ловушки, подумайте, почему вы не готовы. Вот моя клиентка пишет, что ей мешает окружение. Оксан, вам не окружение мешает. Вам мешает, вы себе мешаете и то, почему вы цепляетесь и ваша самооценка зависит до сих пор от окружающих. Почему я вам вчера сказала, что наша основная сейчас проблема, над которой нам с вами нужно работать, это ваша самооценка, ваша самооценность. И почему ваша самооценка и ваше счастье в вашей жизни зависят от других людей, от мужчины, от каких-то подруг, от работы. Боюсь, а что дальше я смогу там? А почему вы там можете не смочь? Вы не сможете там, если вы на негативе, если вы носили воли, если изначально ваша мотивация, она больная. Страх сбоев организма, сбои организма в виде женских проблем, аминореи, расстройств пищевого поведения возникают тогда, когда вы снижаете вес неэкологично, нездоровым способом. Давление семьи. Опять, да, мы перекладываем ответственность на окружающих. Знаете, девочки, я еще как-нибудь эфир проведу. Еще одна такая мотивашка для снижающих вес. Вот мои клиентки, они отметят, они согласятся, что очень мотивирует то, что когда начинает заниматься перестройкой своего образа жизни и питания женщина, мама, семья подтягивается. То есть, это вообще такой вот просто вклад в будущее, здоровое будущее своих детей нереальный. Вот все мои клиенты, они согласятся просто постепенно, без насилия семья подтягивается. Потому что мы не сидим на куриной грудке, огурцах и гречке без соли. Потому что наше питание становится таким вкусным и разнообразным, что семья просто подтягивается. А что это у мамы в тарелке такое вкусное-то сегодня? Психологическая проблема, которую нужно проработать. моргом, приходите, проработаем. Я являюсь сертифицированным специалистом не только по снижению веса, но и по работе с расстройствами пищевого поведения. Работаю даже с такими серьезными расстройствами, как анорексия, булимия, переедание. мешают собственные привычки. Да, да, толстого Оля, все правильно. Поэтому и есть программа сопровождения, все уважаемые специалисты только таким подходом и оперируют, когда мы формируем, настраиваем эти привычки, закрепляем, внедряем их в жизнь и доводим до уровня автоматизма. Поверьте мне, у меня все доведено до уровня автоматизма и у моих клиентов так же. Мы не живем в напряжении, мы бы давно бы срывались. У меня так же, как у вас, и завтраки, обеды, ужины, и вся жизнь она проходит на автомате. Если я постоянно бы думала про еду и фокусировалась бы, что мне можно, что мне нельзя, где себя ограничить, я бы давно сорвалась. Мы делаем то, занимаемся тем, что встраиваем новые привычки в нашу жизнь, конкретно вашу жизнь и доводим эти действия до автоматизма. Доступность неполезной еды в течение дня. Неполезная еда доступна и мне, и всем окружающим людям. Но когда сформированы другие привычки, поверьте мне, я все сама это проходила, я такой, знаете, состажен человек, но у меня сейчас даже нет, многие спрашивают, тебе хочется иногда? Нет, не хочется, но я честно, я даже забыла, в какие отделы я заходила раньше в магазине, то есть у меня совсем другие дорожки протоптаны, и в меню я смотрю уже совсем на другие блюда, знаете, у меня десертная карта даже дело не доходит, я даже не помню, что он там есть. Точное осознание, что жизнь не вечно, спасибо, дорогая, как всегда, с тобой инсайты приходят. К сожалению, дорогая моя, инсайты как приходят, так и уходят, как на любом. Если человек не внедряет, если он не прорабатывает, если он не начинает совершать какие-то шаги и действия конкретные, то все инсайты уходят. так. Когда что-то не выходит или не с первого раза или со сложностями, то создается ощущение, будто я бездарность. Наташ, в работу, да, в нашу с вами, вы знаете о том, что, откуда у вас это идет, что изначально вот этот вы классическая у меня перфекционистка, да, почему вы в ограничительном пищевом поведении, это девушки перфекционистки, они всегда должны делать лучше, они должны всегда быть идеальны. Наташ, нам надо с вами работать над тем, чтобы прийти и успокоиться на той мысли, что ничего идеального не бывает. Да, самые успешные результаты были именно тогда, когда я не откладывала до понедельника, начинаю завтра. Да, 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 Оксана, я не на своем месте в работе. Марго, подумайте, почему вы не на своем месте, каким должно должно быть ваше место и что вам мешает прийти на ваше место. синдром потом, да, 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 вот все многие пишут, потом, потом. Я на работу бегаю, идеальная хозяйка, отличная мама, отличная дочь, отличная жена. А что в отношении себя, Марго? Если женщина себя любит и заботится о себе, она и других любит, да. Да, и у меня это должно, это внутреннее состояние, а не ожидание окружения. Казакова Кристина. Кристина, совершенно правильно, все исходит из нас, зачастую от нас никто ничего не требует, а когда мы создаем к себе повышенные требования, мы и будем всю жизнь жить в напряжении, причем эти требования бывают совершенно необоснованными. Конечно, все мы родом из детства, когда нам внушали, да, вшиты в наш мозг эти установки, что ты должна, ты должна, ты должна, поэтому на входе мы с этими установками и работаем, да, то есть переходите ко мне на диагностическую консультацию за тем, чтобы прежде, чем мы вышли на сопровождение, я поняла, в каком направлении вообще с вами работать, где там ваши блоки, где там ваши установки. Я худела однажды, королева Анастасия, и это похудение привело к РПП. Да, Анастасия, этот самый негативный опыт, который приводит к тому, что сейчас вам страшно, и что здесь вы можете сделать, вы же понимаете, что худели неправильно, как у нас сегодня большинство девочек худеет, как большинство женщин худеет, к сожалению, многие специалисты об этом говорят, про силу воли, надо меньше жрать, надо больше спортом заниматься, все это приводит к неврозу, в лучшем случае, а в худшем к РПП, вы себе скажите, что я просто делал это неправильно, я делал это неэкологично, но сейчас я, к примеру, буду это делать правильно, я обращусь к профессионалу, я обращусь к специалисту, я почитаю, что он пишет, я послушаю, что он говорит, человек будет сопровождать меня, он человек, который разбирается в диетологии, человек, который разбирается в психологии, человек, который каждый день будет спрашивать о моем самочувствии, я своим девочкам всегда говорю, что для меня приоритетом является ваше здоровье, и какой бы вы цель перед собой не ставили, если я буду видеть в процессе, что эта цель не коррелирует, а эта цель противоречит всем законам логики вашему состоянию здоровья, это будет вредить, то извините меня, я вас просто отправлю от себя, просто отправлю, поэтому, чтобы не привело к беде, нужно делать с умом, а делать с умом это найти специалиста, мозг боится перемен, поняла это после мастер-класса как похудеть на сладком, да, девочки, все вопросы пишут про мастер-классы, как записаться на консультацию, по ссылке в шапке профиля, пожалуйста, и также анонс, да, для тех, кто до сих пор там вдруг не получил запись мастер-класса как похудеть и не набрать вес снова, пожалуйста, пишите на почту, для этого нужно понять себя, прислушиваться к себе, мы все разные, все индивидуально, верно, занимайтесь спортом, рано утром будет у вас энергия, хорошее настроение, не давайте, пожалуйста, таких рекомендаций, многих женщин действительно нет энергии на спорт, когда женщина худеет с большого веса, я вообще запрещаю заниматься спортом, не путайте спорт и физическую активность, спасибо большое за ваши комплименты, спасибо, спасибо за ваши благодарности, так здорово, мне нужно полностью и целиком принять себя, приходите, будем над этим работать, почему вы не можете себя принять, и как принятие ведет нас на самом деле к росту, а не к тому бодипозитиву, про который сегодня вот его просто исковеркали, когда начинает переть фокус себя смещается и опять на себя забиваю так по кругу, Анна Фомина, потому что вы не сформировали, вы не закрепили, вам кажется, вы пока просто искусственно создаете это внимание к себе, поэтому оно и смещается, не прошили, вот чем, мы занимаемся с девочками, надо зашить, прошить, по щелчку пальца это не происходит, когда 35 лет ты жила с уверенностью в том, что ты должна всем за один прямой эфир, даже за одну консультацию с Аленой Коготковой ты не вшила это в свой мозг, для этого нужно время, так же, как настроить питание нужно время, так и настроить свою голову на другую картину мира, на другую картину жизни нужно время, мешает чувство, что я буду обделена и лишена вкусности, что потрачу много времени на готовку, ну, во-первых, у меня клиенты вообще практически никто не готовит и они об этом скажут, я вообще на готовку трачу от силы 15 минут в день, а вот почему единственные вкусности в вашей жизни это еда, вот здесь вопрос, что творится в вашей жизни, перфекционизм и заниженная самооценка своих способностей интересно может стоять на пути к началу нового в своей жизни, Наташ, конечно, потому что мозг-то понимает, что ничего идеального не бывает, переслушайте эфир, я вначале говорила про лень, да, про скрытую причину лени, когда вы понимаете, что нужно начать что-то новое и начать что-то делать, но внутри в своей голове вы почему-то сформировали картинку, как это нужно сделать идеально, но мозг-то подсказывает, что идеально ничего не получится, идеально ничего не бывает, и поэтому вы впадаете в прокрастинацию в этот момент и проще не делать ничего. семья рядом ест фастфуд, роллы и прочее, сложно сдерживаться в виде такое, Татьяна, вам сложно сдерживаться, вот пересмотрите четыре ловушки, не потому что семья ест, люди вокруг всегда будут есть, ваша проблема в другом, либо отсутствие ценности, как таковой фокуса внимания на себя, на себя, отсутствие вот этого фокуса внимания, цели. Нет чувства мера, могу кушать правильно, не переедать, слушать свое тело, а потом начинается взрыв какой-то или эмоциональное истощение, начинаю смутать сладкое в огромном количестве. Анастасия, с вами нужно разбираться, потому что не бывает, что человек в здоровом состоянии, ну не бывает, понимаете, вот тоже у меня был клиент буквально вот на неделе, да, мужчины, мужчины вообще очень часто худеют на силе воли, у них вообще это прекрасно получается. И ничего, 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 ничего не ем, а потом бам, выходной там рассказывает, съел две пиццы больших. ну понимаете, как бы просто так человек две пиццы не съест, ну не съест, как бы это не физиологично. Так же, как многие говорят, питалась правильно, правильно всю неделю, съела там в субботу целый торт, ну кусок можно торта съесть, да, если ты, например, захотела, ну два куска торта, но когда человек сметает, как вы говорите, все подряд, там есть какие-то проблемы, это уже говорит о нарушении пищевого поведения, вам нужна консультация специалиста. По итогу мешают все четыре ловушки, не могу постройнить второй декрет подряд, жду выхода на работу, сейчас страх, что не получится и мозг правда не видит перспективы. Я надеюсь, что вы поняли из прямого эфира над чем нужно работать и буду рада отправляйте запрос на консультацию. Хочется продолжать есть ложками торт либо биологические проблемы, то есть когда женщина в голоде, когда она долго, в телеграм подпишитесь, я там очень много тоже статей пишу, когда про голод, про Миннесотский голодный эксперимент я рассказывала, я объяснила, почему случается вот это переедание. Когда вы долго себя морите голодом, а женщины как худеют, они же ничего жрать не буду, то срыв неизбежен, компульсивное переедание неизбежно, как происходит нарушение вообще пищевого поведения, тема отдельная, если вам нужно будет, я проведу отдельную тему, как происходит нарушение пищевого поведения, оно начинается и запускается с диеты, с голода. Попробую начать прямо сейчас, здорово. Жду, не дождусь, когда доведу свое питание до автоматизма. Дело в том, что уже в вашем посыле неправильный подход. Если вы снижаете вес правильно, если вы все делаете правильно, вам не нужно ждать, когда дойдет до автоматизма. Я вот четко вижу, как клиенты просто кайфуют в процессе, они не ждут, когда дойдет, это будет на уровне автоматизма, потому что изначально на первом этапе мы с собой уже не боремся, нам уже классно, нам уже драйвово, нам уже легко. Какие привычки вы внедряете в привычки правильного пищевого поведения? Ох, эта любовь к себе, как только я перестала быть удобной и стала свои желания тоже исполнять, семья разваливаться начала. Екатерин, не знаю, сложная тема, не хочу сейчас в нее погружаться, но если вы начинаете смещать фокус внимания на себя и делаете это экологично, мы сейчас не говорим о том, что забить на семью, но если вы делаете это экологично и от этого никто не страдает, но ваше окружение от вас отворачивается, например, когда вы вдруг сместили фокус внимания на себя, не то, что сместили, а стали себе уделять внимание, а ваше окружение от этого посыпалось, значит, таким качественным было ваше окружение, потому что семья это те люди, которые нас поддерживают, которые нас любят, это наша стена, это наша опора, а значит, они хотят, чтобы нам было хорошо. Алена, спасибо, у меня в работе с вами железобетонные отпечатки в голове и фразы для проработки моего пути, а вот и сейчас пойду принимать факт, а не идеальность тесущего. Наташенька, вы просто умница, мне прям с таким удовольствием с вами работать. Спасибо за ваше спасибо. Не все должно быть идеальным, да не то, что не все должно быть идеальным, ничего нет идеального, и это важно принять. Не могу тоже стройнеть, вес стоит, а вес огромный, пенсия плюс, записывайтесь на консультацию, хватит уже, хватит уже, пенсия плюс, ну когда уже, если не сегодня, не сейчас, жизнь же короткая. лишнего веса нет, есть эмоциональный голод и микроэлементарный голод. Вот это и есть работа, вот над чем мы работаем. А набрать вес помогаете, прошу прощения? Конечно, помогаю, конечно, мне девочки с анорексией и востощением. Вот так и было, развилась булимия, да-да-да, да-да-да. Так, как вы относитесь к питанию по группе крови? К питанию по группе крови, к питанию к аутоиммунным протоколам, ко всем этим историям я отношусь хорошо, потому что, ну что же вы, помогаете же людям денежки зарабатывать, друзья мои, включайте голову, ну какое питание по группе крови? Это снова то, о чем я говорила, вы ищете каких-то волшебных таблеток, их нет, но есть люди, которые пользуются этим, нашим нежеланием думать, простите меня, и зарабатывают на этом огромные деньги. Очень понравился ваш пример, это как водить автомобиль, обожаю водить, благодарю за эту версию сравнения. Про автомобиль, да, я рассказывала на мастер-классе, как похудеть и не набрать вес снова. Суть в чем, что сначала нам сложно научиться водить автомобиль, кто, возможно, начинал, как я, вообще водить на механике, у меня возникала мысль, вообще думаю, что за идиот придумал, у меня две ноги, но три педали, но потом, даже на механике мы научаемся ездить буквально на автомате. Одной рукой она банан ребенку подает, одним глазом смотрит в правое зеркало, левым глазом смотрит в левое зеркало, здесь как-то у нее еще фокус на телефон, и мы не замечаем, как едем, но при этом, но при этом, мы же не ездим с закрытыми глазами, да, то есть где-то на подсознании мы все равно контролируем ситуацию, и это важно понять женщине, которая решила стать стройной, однажды это станет легко, но это не значит, что нужно будет совершенно закрыть глаза. На этой приятной позитивной ноте я планирую сейчас завершить этот прямой эфир, дорогие мои, спасибо, что были со мной, спасибо за вашу обратную связь, сегодня поработали очень хорошо, и я довольна, я довольна, я не знаю, удастся ли мне выйти в прямой эфир следующую пятницу, меня пригласили поучаствовать тоже в одном проекте в женском, провести конференцию для девушек, вот, и возможно в пятницу я буду там, но в любом случае я жду ваших инсайтов, в комментариях к посту, если мне удастся, надеюсь, удастся его сохранить, пишите ваши инсайты, пишите ваши проблемы, переслушайте еще раз прямой эфир, запишите, если вы не будете прорабатывать, если мы не будем вот так вот на наших онлайн бесплатных встречах работать, эффекта не будет, не будет, я знаю, что мне на мастер-классе многие говорили, что то, что я даю на бесплатных прямых эфирах, люди вам это продают, я сама знаю, мне присылали запись, когда по моим прямым эфирам люди продают курсы, продают какие-то марафоны, продают вебинары, я вам даю это бесплатно, знаю, что бесплатно мало когда ценится и люди начинают работать только когда они заплатили какую-то существенную для них сумму денег, но все-таки я рассчитываю на то, что вы у меня очень осознанные, друзья мои, мастер-классы, меню, запись на консультацию, сейчас мы закрываем июль, поэтому, если вы хотите, если вы хотите здоровым способом, встроенность навсегда, записывайтесь, отправляйте свои заявки, с подробным описанием своей истории по ссылке в шапке профиля или через сайт, и мы обязательно встретимся, и я надеюсь, что женщин осознанных счастливых и стройных будет становиться больше, если вы молоденькая, если у вас есть детки, девочки, то, пожалуйста, не тяните, не тяните, жизнь, она действительно не такая длинная, и вот сколько нам отмерено, давайте хотя бы вот это сколько-нибудь, по крайней мере, проживем качественно, максимально качественно, да, никакое здоровое питание не гарантирует нам долголетие, не гарантирует нам вечной жизни, но мне кажется, что лучше прожить вот эти свои отмеренные годы, по крайней мере, в комфорте, поэтому всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, осознанности, любви к себе, заботы о себе, девочки мои хорошие, сделайте сегодня для себя, именно для себя что-нибудь важное, ценное и очень приятное, позаботьтесь о себе, о своем теле, и я вас жду. Продолжение следует...